Всем привет! Мы начинаем новый влог. Всем привет! У нас сегодня 29 сентября, пятница. В Риме у нас сейчас 4 часа дня, и мы собираемся в город. Лёша приехал с работы, чтобы отвезти меня на коррекцию ресниц. А после мы поедем в гости к кумовям. Ну и, конечно же, берём вас с собой. Поехали! У нас, кстати, всё как обычно. Замечательная, солнечная, тёплая, хорошая погода. А когда хорошая погода, тогда и настроение всегда хорошее. А ещё у меня хорошее настроение, потому что завтра я пойду к Канаит, и меня ждёт стрижка и покраска волос. Потому что у меня уже очень-очень отросли волосы. Их давно пора. Покрасить и подстричь. Лёшина машина всё ещё находится в ремонте. И пока ничего неизвестно. Я даже не звонил. И пока ничего про неё неизвестно. Соответственно, Лёша продолжает работать на моей машине. А у меня мини-отпуск. Чему я несказанно рада. Я вяжу дома. Кое-что там из домашних дел делаю. Но такие мелкие. Но, конечно, мне надо помыть окна. Не знаю. Надо обязательно купить хозяйственную муну. И, возможно, воскресенье или понедельник я помою наконец-то окна. Ну, хотя у нас робот-мойщик, поэтому даже в ноябре это будет не поздно им помыть. Правда? Просто жалко сейчас помоешь, а потом наступят дожди, и к зиме опять будут окна грязные. Даже жалко свою работу. После коррекции ресниц... Кстати, сейчас вот так выглядит моя ресница. Полулысые практически, видите? После коррекции ресниц мы поедем к умовьям, которых мы очень давно не видели. Потому что то мы работаем, то они работают. Не особо у нас графики совпадают. И Вера работает два через два. То Даша в садике. Так что в последнее время, да, мы стали крайне редко с ними видеться. И сегодня наконец-то увидимся и пожулькаем Дашуньку, да? Ага. Самое главное, Дашу помучаем, пожулькаем. Она, конечно, уже очень большая. Я смотрю, Вера фотографии, прям такая уже взрослая большая девочка. Прям так выросла. Ну, да, мы ее, конечно, очень давно не видели. Ладно, мне надо пристегнуться ремнем. Мы выезжаем с нашего района. Подключусь к вам попозже. У меня еще есть время до ресничек. И вот такую игру. Надеюсь, ей понравится. Говорящая доска для обучения и рисования. А еще есть здесь палатка такая, где готовят кофе. Чай. Сейчас я вам покажу. Ну, вот такое кофе с собой можно взять. Чай можно взять с собой. И мы сейчас купили у них новинку за 199 рублей. 199, да? Чай имбирно-ананасовый. Запах вы не представляете. Вообще обалденный имбирем пахнет. И очень вкусный. Так что, если в вашем городе продается такой, то я рекомендую. Очень вкусный вообще. Прям очень вкусный. Необычный. И запах, и вкус необычный. Мне очень понравились. Точнее, мне очень понравился чай. У нас на улице уже так темно. Время 7 часов. А вот сделала я реснички. Вот по сценарям вам показываю. Пытаюсь показать. Все очень хорошо. А то у меня вообще прям лысые глаза были. Сейчас все очень хорошо. Мне очень нравится. Я довольна. Ну, едем, в общем, на день рождения к Уфовьям. Они еще сами... Ой! Блин, забыла. Они еще сами не дома. Сейчас подъедут. Вот. Они Дашу будут у сикрой забирать. И подъедут. Ну, и как раз мы к этому времени до них уже доедем. Так что подключимся к вам. Уже чуть-чуть попозже. Даша вот такие вот игрушки. Это ей мама подарила. Такие часы, да? Ничего, все. Вов, ты видел часы? Прикольные вообще. А ты с мальчиками снимаешь? Мама сказала, у нее... Она только колготки-то сняла, Вера. Но не получается. Так, открываем. Там есть какие-то батарейки. Те батарейки я Вере отдала. У Вера. Вот она, ручка. И вот, наверное, что-то тут нажимается. Только сзади, наверное, включить надо ее каким-то образом. А, батареи. А сзади ничего? Включается? Нет, батареек. Нет, там написано, что есть комплекция, но они какие-то такие. Нет, я тут позвоню, подкрою. Батарейки? А сейчас Леша ставит все батарейки, да. Вот, и вот она, кнопка включения. Все, включили. Там что-то говорит. Нет, надо ручкой. Ничего себе. Диван позвонит, втроем спать. А мы еще раз. Нет, ручка, это вот с обратной стороны ей рисовать. Вот. Да, видишь, какая. У нас была такая. Это собратки. И с другой стороны там тоже. Это стирать, да. Как у тебя была такая же. Рисуй. Вот, так что знайка. Нарисуй, человечка. Лешу, давай нарисуем. Нарисуй, Лешу. Ну-ка. Да, нарисуй, рисуй. Как ты умеешь, не стесняйся. Ой, как раз у него такая голова и есть, да. Глазики. О, это волосы. Три волосиночки. Нет, у него две. У него мало очень. Это глазик, это борода, усы и глазки. Леша, тебе срочно на шугарник надо. Ротик, нос, нос. Смотри, какой красивый. Можно ухо нарисовать. Слушай, а похож. Леша, Леша, похож, правда. Я бы тебя не смогла лучше нарисовать. Угадай, чей это голос. Это кнопки там нажимаются. Кто это, Даш, встречай, дай. Папа, звоночек, белый. Солнышко, однажды. Солнышко пряталось за большой тучей. Переворачивай. Переворачивай. Ты сейчас вся грязная. Ты рисовать еще будешь. Давай, Леша, сотрю. Ты думаешь, Леша справится? Нет, она не. Посмотрим. Леша, ты умеешь это делать? Леша, ты умеешь стирать? Там эти какие-то есть слабенькие. Потом поменяете. А это кто? А это, наверное, крестная, да? Глова-то побольше будет. Точно крестная. Ля, не волос-то побольше. И Леша рядом, да? Вот крестная. Вот крестная. Ой, какая молодец. Я с науком, глянь, тебе нарисовала. А что? Какую-нибудь кузейцу в точку. Ты провидец. Ой, я не могу. Это крестная, да, Даш? А что за что у тебя тут? А это вот это. А это я тоже спросила у Веры. Это вот сюда вставлять. Допустим, сегодня шестое. А, календарь весь. Да, сентябрь. Там и день недели, видишь? Меточки ставить. Я тоже первым делом спросила, что-то такое. Но они мелкие, их можно потерять, кстати. Все, стираешь крестную? Да. А еще нарисуешь крестную? Нет. Ля птицы плюс рисовала. Бедная птица. Можешь сотрется. Она теперь не сможет с черепкой. Я не поняла, какой звук. Это умер, то ли, что закончили. Правильно. Погадай, чей это голос? И. Лев. 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 Правильно. Кто так говорит? Осел. Думаешь? Тут не отошло. Лев. 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 Не правильно? Нет. Чей это голос? Нет. Ну так, кстати, вы ее вернули. Она это. Не верно. Угадай, чей это голос? Утром хорошенько слегает. Карпионка. Лев. Давай песенки послушаем лучше. Смотри, как игрушечка твоя танцует по тебе, да? Ну-ка, еще песенку включаем. О-о. Это что? Тигр. Надо открыть. Кто это? Он раненый, что ли? А, это лечь. А, о. Чугачанга пришел. Чугачанга пришел. Лев. Ты кушать захотела? Ням. Мама, ням-ням, да? Викторина, слушай вопросы. Ага. Нажимай за картинки. Салфу нажимаю. Скаем. Это зайка так прыгает? Зайка. Зайка. Смотри. Там были. Давай уберем. Давай уберем. А то испачкаешься. Побежал закидывать. Все закончилось. Бля, много песенок, да? Побежал закидывать. Что? Облако. Как зовут тебя, Гринка? Валя, ты как думаешь, кто лучше танцует, Даша или Паша? Сложно, да? Лёш, как ты думаешь, кто лучше танцует? Даша? Даша? Я тоже думаю, что Даша лучше танцует. Как-то плохо Паша тренировался, репетировал. Я даже не знаю. Не, мне кажется, всё-таки Даша лучше. Валя, ты определилась с выбором? Я тоже. Я струняюсь. Я или ты лучше танцуй? Вера, иди сюда голосовать. Кто лучше танцует, Паша или Даша? Конечно, Даша. Мне тоже кажется, что Даша. Верс, Верс, ты лучше танцует? Да. Даша, Боб, мы тут голосуем. Кто лучше танцует? Принеси стул один из балкона. Вов, посмотри, кто лучше, Даша или Паша? Кто лучше танцует? Крёстный или крестница? Даша, кто лучше танцует? Крёстный или Даша? Давай, а трогай. А зачем он ей? Она с ним будет танцевать? У-у-у-у-у. У-у-у-у. Стой. Стул. Кто лучше танцует? А я. А я. Даша лучше танцует? Все-таки Даша лучше, да? Ну, вот с шариком еще. Ну, а тебе, Паша, нет шеста. Ты как-нибудь без шеста. Паша, нет шеста. Пойдемте. Танцуй. Вов, не можем определиться. Давай, давай. Ну, давай. Ну, что ты? Я не танцую. Что? Он только поет. Женщина, я не танцую. Да. Женщина, я не танцую. Он только поет. Вот это Вера нам тут позаказала. Все, Вера. Дочь открылся нам танцевать. Сказала, тут танцуй. Вера, это сет? Да. А где ты заказывала? Супер-пицца. Роллы в Супер-пицца заказывала? Роллы не хочу. А, я пиццу там заказывала. Роллы ни разу, кстати. Ничего, что. Сейчас будем пробовать. По-любому вкусно. Сейчас Даша будет задувать свечи на таком красивом тортике. Ничего себе. А подожди, там что-то написано, да? Пупсик, без паники, ты не старенький. Ничего себе. Пупсик. Это Вода, ты такой тортик заказала? Ага. И что, ты не паникуешь больше? А если бы не подарили, паниковала? Ничего. Ничего. Тебе все равно? А песок уже сыпется? Нет. Ты в утром встаешь на простое, чисто? Чисто. Вера, ты часто вытряхиваешь мешок пылесоса? А на колене было все. Потом Дээ. На колене Камала. Ты часто вытряхиваешь пылесос? Постоянно, под три раза. Да? Ай, ты, Вова, что от них горит, не сыпется, не сыпется. Тут только у девочек ничего не сыпется. Аж бедные у Павлика все изо рта посыпалось. Ну, у мальчика всегда все сыпется, да. Вова, примеси мой телефон. Это ты заказывала? Да, заказывала. Где? В интернате? Или в магазине? Нет, у девочки, которой Даша заказывала вырожжение торта. А вы, по-моему, с ней работали, да? Нет, у другой, с которой на два года заказывала. Которую на три года она родила, она не делает. О, похоронить. Целый этот торт напихали. С днем рождения! Но тут, видишь, нету цифрок, а просто из днем рождения. Никто не хочет озвучивать твой старческий возраст. 40 лет. Ох, 40 лет вообще не знаю, что ты красивый. А мы тоже 40 лет не помоложе тебя. В какой-то помоложе. Сколько лет? Ты мне хочешь массаж сделать, спину, пойдем. Что там, пойдем? Черт. Пока до последней дойдешь, уже первая прогорет. А зажигалки нет у вас такой специально еще? А, такая есть, но она не распакована еще тут лежит. Тебе надо помолчать, свечи зажигать. Ну да, то он дойдет до последней, первая уже прогорет. Даша, ты будешь сдувать свечи за папу, да? Да, да, да. Запустила. А то папа в туалет. Папа сейчас. Папа что-то наелся хинкали. Так, сейчас будет Даша задувать. Ты загадала уже, Дашенька, желание? Да? Даша, загадала желание? Да? А Вера-то сегодня какая красивая. Глянь, в платье модном. В честь дня рождения мужа нарядилась. Все, давайте дуйте пока. А, Вера еще не сфотографировала. Слушайте, тут надо всем, всем надо задувать. Раз, два, давай, давай, дуй, 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 еще дуй. Еще, 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 давай, еще. Паша, мог бы и помочь. Давай, давай. Зачем? Пусть. Ты крестный вообще-то, мог бы и помочь. Ура! 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 Сейчас, подожди, еще задумай, давай, давай еще задумай. Нет. Нет? Хватит? Всем привет. Всем привет. Мы продолжаем наш вчерашний влог. Сегодня у нас 30 сентября, суббота, время сейчас половина второго, и мы собрались в парикмахерскую. Точнее, я поеду в парикмахерскую, а Леша поедет работать. Он сегодня работал, сейчас приехал на перерыв. Вот, после перерыва отвезет меня к Наид и поедет работать, пока я буду наводить красоту. Меня сегодня ждет стрижка, покраска волос, и я надеюсь, что будет все красиво, как обычно. Вчера я не стала монтировать видео, потому что оно получилось маленькое, я снимала немного, мы приехали от Кумовьев уже очень-очень поздно, и я решила два дня соединить в один влог. Вот, так что мы сейчас отправляемся в парикмахерскую, и, конечно же, берем вас с собой. Поехали. Попросила Лешу, чтобы он меня поснимал, и показать вам, на какой стадии сейчас находится моя стрижка. Ну, в общем, хочу вам показать, насколько у меня отросли волосы, и потом уже покажу, что у меня получится. Вот так сейчас выглядит моя стрижка. Конечно же, все очень сильно отросло. У меня очень густые волосы, поэтому я стараюсь максимально убирать объем, потому что мне за ними трудно ухаживать, мне жарко в голове и все остальное. И вот сейчас она, и я попрошу, чтобы она мне, как обычно, убрала вот здесь вот объем, чтобы мне было не так жарко и комфортнее со стрижкой. Ну, и, соответственно, вы видите, как у меня отросли волосы, уже достаточно сильно бедна седина, вот, поэтому я сейчас буду краситься и стричься. Все. Я уже приехала в парикмахерскую, но у меня еще есть некоторое время, и я решила вам показать. Вот у нас там против парикмахерской получается библиотека, и около библиотеки вот такой скверик. Смотрите, какая красота. Здесь прям все устелено листвой, и она так шуршит под ногами. Просто обалдеть. Вообще, такая красота. Я смотрю некоторых девчонок-блогеров, и у многих погода уже портится, уже куртки одевают, даже шапки. Вот вчера смотрела Олеся с Кузбасса, смотрю, она уже в шапке, в куртке, а у нас, конечно, еще очень жарко, очень жарко, очень хорошо, солнечно, тепло, мы все в футболках. Вот моя парикмахерская амазонка называется. Ну и Анаид, конечно, волшебница. А что это у нас Леша заказы не принимает, а? Принял. Принял? Да. Ну, давай, удачной дороги. Спасибо, поеду в Рио как раз. Да? Во, хорошо, давай. Взялся. Давай, я позвоню тебе. Ага. У нас, конечно, очень много в городе. Парков, скверов, где можно прогуляться, подышать свежим воздухом, насладиться природой. И вот здесь вот, около библиотеки, тоже такой хороший парк, сквер. Я не знаю, как точно это называется, парк или сквер. Скорее, сквер, наверное. Да, да, это сквер Гуртьева, точно. Да. Да. Он и здесь, около библиотеки, и вот здесь, если дорогу перейти, он до улицы Октябрьской. Сквер Гуртьева, точно. Ну, а мы с вами идем наладить красоту. Подышали чуть-чуть, понаслаждались. И пойдемте за красотой. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, все, волосы мне ответили. Смыли, и сейчас будут тонировать, да? Угу. Сейчас будут тонироваться. Кстати, а у меня без челки тоже хорошо, да? Да. Я только сейчас заметила, кстати. Не, ну я не готова, конечно, от нее отказаться. Не надо. Честно сказать, не хочется, чтобы тебе от нее отказалось. Ну да. Челка всегда молодит. Делает человеку более кипятим. Восемь, ой, ой. Так что время, я пришла в 2, время 15 минут 6. А мы только... Только осветление закончили. Да, только осветление закончили. Сейчас будем тонироваться, потом будем стричься, потом сушиться и домой. Поздравляю вас всех с Днем Веры, Надежды, Любви и Матери их, Софии. Пусть вера никогда не гаснет. Надежду дарит жизнь. А любовь всегда согревает ваше сердце своим теплом. Поздравляю вас, дорогие мои подписчики. Субтитры создавал DimaTorzok Допустим, я красотка. Да, такая у меня стрижка. Мне очень нравится. Пишите мне в комментариях, нравится ли вам. Мне очень нравится и цвет, и стрижка. А вы напишите мне, пожалуйста, в комментариях, идет ли мне этот цвет, идет ли мне эта стрижка. А как она и, так она вообще волшебница. Вы фея? Фея красоты. Мы все феи красоты. Я говорю фея. Мне очень нравится. Ну, пожалуйста, напишите мне в комментариях. Буду ждать. Смотрите, это маленькая стрижка и филировка моей головы. Я у Найт спрашиваю, это много? Она говорит, совсем немало. Сколько головы? Ну, Лехинах тут три точно головы. Больше. Больше? Да. Офигеть. Но цвет, кстати, красивый. Конечно. Я должна за это деньги заплатить? Уверена? За то, что это все мы убрали. Клейте обратно, я передумала. Я уже дома. Время у нас, знаете сколько, 9 часов. Мы после парикмахерской еще заехали к Лешиной маме, Косте. Немножечко поиграли с Лешиной крестницей. Буквально часочек, наверное. Не, наверное, часа полтора, да? Да. Часа полтора поиграли. Она достаточно забавная. Ребенок такой. Но она уже в первом классе. Уже и с телефоном умеет обращаться, и с планшетом. Очень много она делает картин из алмазной мозаики. Очень красивые. Вообще на стены их вешает в своей комнате. В общем, пообщались, чай попили. Наговорились, нашутились, наигрались, набаловались. И вот приехали домой. Да. Время 9 часов. Сейчас буду монтировать видео. Оно у нас за два дня. А Леша будет отдыхать. Ему зато на работу. Так что заканчиваю наш сегодняшний влог. Хочу вас всех поблагодарить за то, что вы меня смотрите. За то, что ставите лайки, пишите комментарии. Большое вам всем спасибо. У меня к вам большая просьба. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, как вам моя новая стрижка и мой новый цвет волос. Потому что у меня до этого был все время таким сероватым оттенком. А сейчас более бежевый. Так что пишите. Я буду всем комментариям рада. Если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Всем спасибо. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok